Обнаружила того, кто съедает Катюшкины вискусы. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Видимо, уже съел. Ага. Оба работают. К плечу к плечу. Молодцы. Муж помогает. Не сидит на печи. Типа ты женщина, ты и вкалывай. Молодцы. Чорч. Да, прямо около нас. За нашим домом чудесные. Вот такие вот у нас соседи. У них вот... Это папайя растет везде, как сорняк. Да, вот там настоящая церковь, а здесь, наверное, вот, может, он говорит, для священника домик. Вот этого не было, да, в том году. Печеньки, печеньки. Надо. Вегетариан, не съест он тебя. Бутан. Бутан? Султан. Султан. Да ты султан. Да падишь ты какой. Ты понимаешь, что ты султан? Ты не просто так, не абы кто. Красавчик. Что это? Это кто-то исчез, что ли? Астролог. Так вот, может, хиромант прочитать. Англичанин. Да. Я уже вытурненал. Да. Мы зашли домой. Я только чуть-чуть камеру подзарядила. Саши, минут 15 отдохну. Не, я боюсь. Аджа, скажешь тоже. Вот сейчас они все проедут. И даже этот праздник. Тогда я перейду. А тут теперь, да, компетишн. Чай, кофе. Может, да, это тот, который вот здесь вот раньше. Он спрашивает, куда он делся. Сейчас он ему объяснит. Вот так любили иностранцы. Там такие дешевые были завтраки. Ну, давай, кокосика выпьем. Господи, и мы еще... А, в общем, это было разбирательство в суде. Потому что эта собственность принадлежит, вон, Белонг, кому-то. А он, видимо, просто самозахватом. И здесь у него была такая закусочная булочка там, с какими-то соусом. Все это стоило очень дешево. А, давай. Ага, все это стоило очень дешево. И чай был все время. Стояли стулья у дороги. Очень иностранцы это любили. Вот. А сейчас мы вот у этого... Его соседа... Сосед, видимо, ничего не захватывал. Потому что его не выгнали. А тот проиграл дело в суде. На него, видать, суд подали. И теперь прямо написали. Нефиг покушаться на нашу собственность. Там написано. Иначе кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Вот. Очень вкусный. Очень-очень вкусный. Я уже намазалась этой гиалуроновой гелью. Наверное, на ночь надо? Не знаю. Сейчас почитаю потом в интернете. А пока намазалась. Это на крем антипригарный еще сверху. Красивая буду. И не подгоревшая. Тут у него занял на холодильник денег. Хорошо говорит, что успел я забрать свои деньги. Саши же добрый такой. Взял, одолжил. Я говорю, как ты мог одолжить? Это же чужой человек, ты его не знаешь. Ну, ему же нужны были денежки. Он говорит, мне нравится людям помогать. Здесь холодильник, видимо, сгорел. Надо было срочно купить. Не было денег, не знаю. Вроде так много народа. Такая оживленная была торговля. И запасов, что ли, не было. Так много здесь воды. Иногда в таких больших кокосах. И у него тоже много. Говорит, наверное, как больше, чем два стаканчика. В следующий раз, говорит, возьмем один напополам кокос. Ну, не знаешь же, какой он там внутри. Да, да. Я хочу инсайт. Что внутри? Something inside? Да, да. Открой мне, пожалуйста. Я люблю так, чтобы мягенько. I like soft malay. Малай. Это должно быть мягкое. Здесь они не такие приспособленные. Вот у нас в футапарте. Вот открыватели, так открыватели кокосов. Спасибо. Вот, это вот мое самое любимое. Это сейчас такое, как белок в яйце, в смятку. Сейчас я его вышкребу и пойдем. Дом. Пойдем. Нет дом. Нет дом. Пойдем в German bakery. Шоппинг. Спасибо. Мед из джунглей, говорит. Джангл лесной. Вчера он заразил мне 40 грамм для маленьких. Я никогда не пью. Сколько ты платил для коконата, дарлинг? 40 грамм. 40 грамм за один коконат. Ну, в два раза дороже, конечно, чем футапарте. Вы скажите мне, я... Вот эта собственность тоже. Здесь тоже есть прапарте. Кот. Здесь тоже они все еще, вроде бы, воюют за эту собственность. В суде у них дело, поэтому тут огорожено, и никто этим не пользуется. Вообще, на перекрестке, конечно, это такой участок. Он бы мог работать-работать, кормить и кормить. Поэтому все на него иззарились. В общем, решить не могли, кто настоящий хозяин. В Индии так часто бывает. Я Саши говорю, Саши, ты такими огромными деньгами ворочил. Такие дорогие ковры еще в те времена, 40 лет назад, из натурального шелка. Пакистанские ковры стоили по 10 тысяч долларов он их продавал в Японии. По 5, по 10. Говорю, что ты здесь не купил что-то, жилье? Он говорит, ну, говорит, я все вкладывала маме на жилье. И потом еще мама говорила, давай, говорит, купим отдельно там еще дом. Он говорит, ну, давай, говорит, но я на мое имя. А она другого непутевого брата сильно любила. Она говорит, нет, давай на его имя. Он говорит, нет, так мне неинтересно. Я говорю, ну, а просто бы, говорю, купил сам отдельно, не говоря ничего маме. Купил бы себе в Индии, да и путешествовал, пусть бы лежала. Он говорит, у нас так не получится в Индии. У нас обязательно скажут, слушай, там семья такая бедная. У них 150 детей, а жить негде. Здрасте. Вот. Пусти, пожалуйста. И если пустишь, то уже никогда не выгонишь. Так очень много было таких вот самозахватов. Поэтому, говорит, я не видел смысла, чтобы вложиться. Все равно бы я ее потерял, поскольку я жил за границей. В Америке, да, он купил дом. Дочка родилась. А потом, когда развелись с женой, он его тоже продал. Вот, дом был двухэтажный, с бассейном, хороший. На первом этаже у него был магазин вот этих ковров пакистанских. На втором этаже они жили. Да, вот такая вот церквушечка чудная. И я его, в принципе, поняла. Поначалу, да. Вот первый раз мы с сыном вот туда вот приехали, когда в Гоа. Там снимали домик. У меня же тоже вначале был такой страх. Надо, чтобы было много, и все мое. А сейчас спокойно отношусь к арендным квартирам. Даже стала более лояльно относиться, чем к тому, чтобы вложиться в эту собственность. Вот здесь. Четверть в Гоа. Четверть на севере. И четверть, наверное, мы будем жить в Санкт-Петербурге. Получается, что по три месяца там, там, там и там. Ну, в Санкт-Петербурге есть, значит, штаб-квартира. И надо как-то думать. Или во всех местах вот такие арендованные. Пока, наверное, во всех местах арендованные. Пока не хочется где корни пускать. Нет никакого смысла вкладывать в творческую энергию и деньги. Благоустройство. Там, где ты не уверен, что будешь жить. Хорошо, давай, ага. Здесь, да, вич кантрия? Здесь, я думаю, египтия. Здесь ленгвит. Не знаю. Не знаю. Мы не знаем. Мы очень маленькие. Да. Бангладеш. Непал. Вьетнам. Бангладеш. Найгерия. Африка. Найгерия. Малайзия. 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 Я читала, что сейчас король Малайзии, по-моему, Малайзии женился на мисс Россия или на русской девушке, короче. Еще одна русская принцесса, русская королева появилась в азиатских государствах. Мне очень нравилось, когда в Таиланд съездила, узнала, что там была русская королева. Как приятно было. Вернее, по-моему, она была принцесса. Но, во всяком случае, принца она им родила. Забыла я тогда. Про нее тоже много поискала. Писала на своей странице ВКонтакте. Екатерина, кажется, ее звали. Вот. Для меня это была новость, я не знала. Ой, какие же тут вкусные. Вот мой фейворит вот этот, чизкей. Вообще, они все фейворит. Для тебя ничего не надо. Ну, мне только вот такой чизкейк один надо. Мне даже пить ничего не надо. Я уже не могу. Сейчас такой кокос большой случился. На меня напал. О, какие вкусные всякие булочки. 30 рупий. Вот такой круассанчик шоколадный. 30 рупий. Шарик шоколадный. 10 рупий. Смотрите, даже у нас есть раги-бред. Коричневый из муки раги. Кто скучает по такому коричневому хлебу? А, ванна... Чизкейк. Ай, тейкавэй. Я возьму на вынос. Вот этот. Вот этот. Все. Правда, я не сильно голодная. Что там у него? За переговоры на высшем уровне. Лид свим, а? Бич, бич. Пошли на бич. Ага. Боксис. How many боксис? Да я просто намекаю. Да намекаю я просто. Я ничего же не говорю. Что, я что-нибудь сказала? Пошли, говорит, лучше наслаждаться. За энджоем, говорит. Пошли. Вон сколько бутылок пивных. Ой, господи, коробок. Let's enjoy. Пошли, enjoy. Я только за. Намасте. За любой enjoy, кроме голодовки. Поэтому на enjoy со своим кексиком. И у них тоже какие-то кексики чудные. Цены, правда, не посмотрела. Раньше мне вот таких вот забегаловочек хватало, когда у меня были пятиминутные видосики. Я там просидишь полчаса, загрузится. А когда встали по часу, никакого интернета ромбольского не хватает. Смотрите, какой тут красивый хинду-темпл. Вот это наш тоже любимый кафе. У них есть и длидоса. У них очень приятная семья. У них можно снять там домик. Ну, вообще, мы тут иногда завтракали. Приятное кафе и очень такая современненькая кухня. Можно смотреть. Намасте. 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 Можно посмотреть, как они готовят даже. Все видно. Настуси. Да. Ага. Ачжа. Деньки. Как хорошо. Просто, говорит, хотел зайти поздороваться, а потом сходим на завтрак как-нибудь. У них, говорит, есть русский суп. Ну, там-то и дело, что я не скучаю по русским супам. Вот, идли-самбар, доса-самбар, вада. Это вот мое. Чикен-тали это нет. Да, по-русски даже номера доступ. Мы сегодня хотим приготовить бенган-барта из баклажанов. Баклажаны обожженные на огне. Снять кожу. Бенган. Да. Барта-барта? Баклажан это барта? Для блюда барта называется. А баклажан это бенган, да? Да, давай две возьмем, потому что мы, может быть, и хозяюшку угостим, если она согласится. И все есть, да, все есть. Ну, может, литл бит томата, может. Три фо сейчас. Ага. И Катю, нашу соседку, если она не уедет. У нас совсем разный режим. Мы уходим. Катя еще спит. А вечером... Да, есть у нас онион. Давай. Отча. И вот огурчик один для райта. Для райта. Да. Ван кукумбар. Может, два ониона. Сейчас я тебе подкину. Большой. Вот это большой? Да. Давай. Все складывает на глаз, наверное, считает. Бананчики. По 60 рупе килограмм такие бананчики. Вот такой будет у нас ужин. Очень вкусный. Ну что, опять надорванные денежки. Он их всегда проверяет. Частенько заклеенные. Больше всего они не принимают заклеенные. Что они тут делают? Намасте. Здравствуйте. Рум? Рум, нет, нет. У нас есть комната. Спасибо. Вихайф Рум. Вот люди спрашивают, как найти комнату. Мне даже писали, что найдите комнату, чтобы я уже знала, куда приехать. Я говорю, вы здесь просто первые попавшиеся заселяетесь. И оплачивайте пару дней в любой ГЕСТ. А потом уже ходите, бродите по всем переулкам. Ближе, дальше от океана. Чего на кого-то доверяться? У меня такой вкус. У вас, может, совсем другой. Может быть, зайдете, как ахнете. Это мое. У меня часто так случалось. Захожу, все. Больше никуда не хочу из этого места уходить. Поэтому вот такой совет. Очень простой по поиску жилья. Просто этот вопрос постоянно мне задают. Письма присылают. Мне надо найти жилье, что посоветуется. Вот только это могу посоветовать. Почему? Я, говорит, не хочу в этой комнате останавливаться. Ну да, если вот окошко только это. Я думаю, это комната наподобие кладовочки для самих хозяев. Не для гостей. Вот. И можно найти на любой вкус кошелек. Подальше можно найти вообще домики. Тогда надо байк арендовать. Вот. А я не могу вот на такие вопросы отвечать. Также меня спрашивают, сколько у меня уйдет денег. Тоже не знаю. Иной раз можно и неделю на тысячу прожить, смотря как питаетесь. Аной раз и в день не хватит тысячи. Вот. Все очень индивидуально. Очень. Хорошо. Да. Сейчас только вот под этими зонтиками. Вот теперь я уже даже... Тем более вот эти кожаные, вот эти я люблю. Я уж даже не понтуюсь, что я не буду лежать на ваших матрасах. Полежим, полежим. Я пойду. Пойду купаться. I go for swim. Yeah, yeah. А че? Давай, давай. Давай, давай. А он что-нибудь себе закажет, какую-нибудь соду. Сода, да? I have not placed only soda. If you want to order something, only soda. У меня уже нету. Without... Without... Soda without ice and lemon. Принесли меню на русском языке. Кафе называется Zodiac. А где русский-то? Там русский. Там русский. А здесь не русский. Давай менять. Там English. Давай, мы меняемся. Все. Здесь русский. Ну что, вот. Туна, фиш-салат. Покрошенный тунец, лук, стручковый перец, листья салата, майонез, заправка. 320 рупий. Но я-то не хочу ничего. Мы только что ели. Я даже не знаю. Панкейк. Вот блины, смотрите. Блины с лимоном и медом. 130. Омлеты. Cheese mushroom. Омлет 150. Ласи. Ну, так-то вообще как бы на лежаках-то не лежать. Все равно надо что-то заказать. Саши любят по кору. Часто, когда прилягиваемся, он заказывает по кору. Но это надо сидеть. Сидеть тут уже целый час. Хочешь, чтобы хоть немножко проголодаться. Покора, not ready? Ага. Very good water, very good. А мне вот принесли. Everybody said beautiful, beautiful, beautiful. I knew what. Welcome, welcome. This is mix по кору. Vegetable. Овощи жареные. Which kind of powder this powder name? Basin. Basin. Из муки basin. И гороховая мука. И это минта, кориандр, соус. Мятно-кориандровый соус. Очень вкусно. Ага. Это его самое любимое. Это onion. Это лук. Вот это, по-моему, паприка. Цветная капуста. Картошка. И кто-то там еще. Может, грибы. Грибы тоже. Ешь. Так, а мне... Give me spoon. Да. Take one, да? Take one more. Да. No, 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 I'm okay. Okay? You want, baby? Come, chili. Without chili? Without sauce. Yeah. No, no, without sauce, better. No, you don't want chili. Давай, ложечку spoon for me. Ой, какой он ядреный, этот соус. Господи. Опять напишут, ведь вся... Royal Life, Royal Life. Опять напишут, что вся жизнь в еде. Ну, что делать-то? Едим и шопимся, шопимся и едим. Что нам делать еще в нашем возрасте, да, в декабре? Только уже наслаждаться, есть, шопиться и вот наблюдать, купаться еще можно. Нету других у нас уже интересов. Что там, как в этом формула любви? Ваши годы сиди на лавочке, грейся. Вот сидим на лавочке, греемся. Саша пошел платить, куда-то исчез. Сижу и жду. Он меня там ждет, вон, оказывается, на углу, мечется. Окей. How much? How much we spent? Very cheap. Очень дешево, говорит. На 220. Сода, чай и покора. Замечательно. Здесь вот ланч. Ава ланч. Больше уже не влезет. Теперь до 7 вечера, до ужина. Ты что такая мокрая? Она, наверное, думает, а ты что такая мокрая? Вот то и я мокрая. Океан же рядом. Иду. Я иду. Ай, Харри. Харри. Вазон такой старинный, уже весь потрескался. Я тебя даже сейчас обгоню. Что-то собака визжит, выйти не может на узи. Ее кто-то держит там за попу. Ну ничего, вырвешься. Свободы собакам. Что тут произошло-то, пока нас не было? Что-то они порезали. С парой сейчас познакомились. Ребенок такой чудесный у них. Мужчина-итальянец, девушка русская из Москвы. И они вот точно так же. Вот я сюда шла, размышляла там, как надо искать жилье. Они, правда, третий раз в Индии, но первый раз в Рамболе. И говорит, мы устроились в гейсхаусе, на три дня заплатили. И сейчас будем искать. Нам, говорит, надо, чтобы была кухня, чтобы было три комнаты. Вот. Это немного осложняет поиски. Саша им говорит, ну я посмотрю в нашей стороне. Они созвонятся с нами. Может, пройдемся, поищем. Может, у кого есть трехкомнатные апартаменты. Они хотят не очень далеко от пляжа. Есть коттеджи-то, но это надо на байках ездить. А, это просто он продает. Давай, возьми. Бай, ван. Стул. Китна. Китна-стул. Пока-пока. Пока, Шура. Сто пятьдесят. Сто пятьдесят. Последняя цена, говорит, сто пятьдесят. Ага. Может, еллу? Еллу? Давай желтый. Последний. Даун, даун. Мне желтенький нравится, такой веселенький. Давай. Чего? Семь? Семь. Несен. Бери, бери. Ага, окей, бери стронг. Тейк стронг. Хорошо. I believe, папа better knows about quality. Мы должны сидеть на этом. Да, да. Это светло. Он любит в душе, чтобы не скользить. Он сядет, так себе голову моет. Вот. Ну, проблем. This is for money. This is for good luck. Blessing. Встал вон. Да вот, вот. Кау. Я говорю, это же нормально. У нас, если вляпаешься... Ой, какие прям как статуэточки сидят по краям. Два. У нас считается это к деньгам. Если птичка там или сам ножкой. Хоп. Сразу бац и денег больше. Вот видите, вот он наступил. И у него табуреточку купили. Деньжик прибавилось. Работает же? Работает. И надо это зафиксировать в голове. Чтобы не огорчаться потом. Да, где угодно можно сидеть. Today market. Evening market. Он говорит, я где угодно могу сидеть. На рынок. На песочке на рынке посидит. Как раз про кого я говорила. Итальяно-российская семья. Они встретились в Милане. И уже через месяц познакомились с Миланей. И через месяц уже поехали вместе в Индию. И все. Она говорит, мне мало полгода. Мало. А ребенок какой у них ангел. Просто ангел. И назвали его тоже Ной. Как Ноев ковчег. Ной. Имя такое библейское. Чудесное. На итальянский манер. Ноэ. Ну что, ты будешь на бизнес-переговоры несешь, да? Ну понятно. А я беру овощи. Сейчас даже уже о еде думать не могу. Все, пока. Да, да. Хорошо. Будет время, говорит ты. Обожги эти баклажаны. Обжечь. Да, я тоже думала, что лучше я днем обожгу их. А вечером только уже приготовить по-быстренькому. Шкурку полностью опалить. Чтобы она черная была. Остынет, ободрать. И уж запах такой вкусный-вкусный. Как будто шашлыки. А потом только порезать, потушить с луком, с томатами, со специями. Тоже одно из моих самых любимых индийских блюд. Хотела теми закоулками, что саши меня водит. Но я боюсь, что я не найду дорогу одна. Закоулками. Поэтому пройду здесь. Еще куплю пару бананов. И как же их называется-то? Господи, забыла. Инжир. Инжир хочу купить. Бананы здесь не очень. Так, вот такие бананчики. И попробовать, какой сейчас инжир. Давай. Вот. Две инжира. Китна инжир. 200 грамм бананов. А клубника почем? Строубери. Так, этот 100 грамм. Клубника пока не буду. Так, сколько вот это? Давай сюда. Это before. Ага. Китна, китна. 27. Мол банана. I bring small banana. Он говорит, 3 рупии должен тебе. Вот из той же компании. Вот такой вот. Да? Пойдет? Ага. 15. На 3 рупии. Вот это вкусно. Да, здесь все вкусно. Привезли манго. Запах такой манговый. Отлично. 70 сейчас стоит клубника. Дальше по сезону она будет уже 50-40. Боже, какая она красивая. Не налюбуюсь я над себя. Раджастане стайл. Все в зеркалах. В косичках. Серьги в носу. Везде серьги. Красавица. Вообще улица пустая. Никого. Ну все. Пошла домой. Всем добра, счастья, здоровья, любви и гармонии. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok